Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про самый красивый, замечательный, удивительный заповедник, конечно же, Сихотаринский. Надеюсь, вам будет интересно. Добрый день, дорогие друзья! Именно на краю России, на берегу Японского моря, в Приморском крае, находится Сихотаринский заповедник. На уникальность наших экосистем, на красоту и девственность наших лесов обратил внимание еще в начале XX века Владимир Владимирович Арсеньев. Он неоднократно проводил экспедиции по нашей территории, по территории будущего заповедника. И в своих воспоминаниях, в своих дневниках он описывал все красоты и все это удивительное многообразие экосистем, которые он здесь увидел. И лес Сихотаринский заповедник был создан ради мягкого золота, ради соболя. Изначально именно для сохранения этого животного было задумано создание заповедника в средней части горного хребта Сихотарин. И для обоснования создания этого заповедника была снаряжена в начале 30-х годов экспедиция под руководством Константина Георгиевича Абрамова и Юрия Алексеевича Салмина. И по результатам этой экспедиции стало понятно, что заповедник здесь нужен не только для сохранения соболя, а нужен комплексный заповедник, который бы сохранял все то многообразие и экосистем, и все те уникальные объекты животного и растительного мира, которые здесь встречаются. И 10 февраля 1935 года был создан Сихотаринский заповедник. Судьба заповедника, которая насчитывает 85 лет, она знает и победы, знает и поражения. В 1935 году наш заповедник был создан на территории более 1 миллиона гектар. В то время это был самый большой заповедник в мире. И до 1951 года именно так и было. Однако, как мы знаем, в 1951 году многие заповедники были упразднены, некоторые заповедники были значительно сокращены в площади. И наш заповедник постигла та же участь. Его площадь была сокращена в 18 раз. Здесь на карте вы видите розовая линия, это то, каким был заповедник в момент его создания. И с 1951 года его площадь значительно сократилась. Затем, постепенно, с начала 60-х годов, площадь заповедника увеличивалась. И сейчас площадь заповедника составляет 4000 квадратных километров. Включая акваторию Японского моря, 2900 гектар. Вы видите, что, конечно, до размеров прежнего заповедника, таким, каким он был создан, заповеднику еще далеко. И, вероятнее всего, таким он уже никогда не станет. Но, тем не менее, заповедник наш действительно удивительный. И я сейчас расскажу, почему. Уникальность и удивительность нашей территории признаны на мировом уровне. В 79-м году наш заповедник получил статус биосферного резервата ВНСКО. В 2001 году он вошел в список объектов всемирного природного наследия. И в 2015 году наш заповедник, первый в России и второй в мире, получил сертификат КЭЦ, который подтверждает высокую значимость этой территории для сохранения мировой популяции тигров. Как я уже сказала, сейчас площадь заповедника составляет чуть больше 4000 квадратных километров. И включает морскую акваторию. Есть у нас и охранная зона. Вы видите на карте, что территория наша включает и саму акваторию, и побережье. Включает она и часть хребта Сихотеолинь, и еще один хребет, не такой высокий, не такой мощный, хребет Дани. Вот это все многообразие и красота наших экосистем. И благодаря тому, что наш заповедник разделен несколькими горными хребтами, на территории заповедника можно увидеть совершенно разные экосистемы и совершенно разные климатические условия. Если на побережье климат имеет муссонный характер, благодаря влиянию Японского моря, и основной тип растительности здесь это приморские дубники, то в средней части заповедника, которая находится между двумя горными хребтами, хребтом Дальним и хребтом Сихотеолинь, вот хребет Дальний у нас проходит, такая коричневая линия нижняя, и вот это вот хребет Сихотеолинь. И в средней части заповедника, в бассейне реки Серебрянки, основной тип растительности это кедрово-широколиственные леса, это наиболее продуктивные леса, потому что здесь растет хлебное дерево, луссурийской тайги, корейский кедр. По другую сторону хребта Сихотеолинь, в бассейне реки Колумбе, основной тип растительности это марненькие лиственичники, вот как здесь на фотографии, и темнохвойная тайга. Это совершенно другой мир, совершенно другой климат, чем на побережье, он имеет континентальный характер, с холодной зимой, с очень жарким летом, в то время как на побережье климат, как я уже сказала, носит муссонный характер, то есть это дождливая и туманная первая часть лета, зато замечательная, очень красивая, теплая, продолжительная осень. На территории нашего заповедника богат и растительный, и животный мир, здесь представлены некоторые цифры, чуть больше тысячи видов сосудистых растений, почти 300 видов мухообразных, 600 с лишним видов лишайников, и чуть больше 800 видов водорослей. Конечно же, инвентаризацию мы проводим постоянно, и списки постоянно дополняются. Что касается животного мира, то на данный момент у нас на территории отмечено 93 вида рыб, 9 видов рептилий, 5 видов амфибий, 389 видов птиц, 59 видов наземных млекопитающих, ну а количество видов наземных беспозвоночных на данный момент насчитывает более 5000 видов, но, как вы понимаете, количество видов в этой группе постоянно увеличивается. Несколько слов о том, почему уже сихотеолин так уникален. Но из-за того, что у нас здесь на территории встречаются разные совершенные экосистемы, соответственно, у нас встречаются представители как южной, так и северной фауны, и они прекрасно соседствуют вместе. Вот очень такой хороший пример, это Харзар, представитель более таких южных мест обитаний, и Соболь, представитель более северных бариальных лесов. Они у нас живут на одной территории, и прекрасно соседствуют вместе. Еще один похожий пример, это гималайский медведь, более тропический, более южный вид, и гималайский медведь, более северный вид. Ну и, конечно же, семейство кошачьих, это рысь, представитель более северной фауны, и амурский тигр, как мы знаем, это более тропический вид кошачьих. На территории нашего заповедника отмечены семь видов копытных, это зюбрь, кабан, пятнистый олень, косуля, лось, горал и кабарга. Конечно же, у нас велико количество видов флора и фауны, которые занесены в красные книги различных рангов, включая и международную красную книгу. Какова же деятельность заповедника? Ну, я думаю, что для тех, кто близок к заповедной системе, это не будет какой-то новой информации, но, тем не менее, не рассказать об этом я не могу. Итак, у нас три основных направления нашей деятельности. Это охрана, научные исследования, наука и, конечно же, экологическое просвещение. Конечно же, эти три основные направления деятельности взаимосвязаны, друг без друга они не могут и, собственно, для того, чтобы заповедник все функции выполнял, необходимо именно взаимосвязь и науки, охраны и экологического просвещения. Понятно, что основная задача отдела охраны это сохранение уникальных природных комплексов в их естественных первозданных условиях. Это патрулирование и предотвращение случаев нарушения заповедного режима и режима охранной зоны. И пешее патрулирование, и автопатрулирование. Это, конечно же, профилактика и борьба с лесными пожарами. Ну и, конечно же, инспектора очень помогают науке в сборе информации, потому что они много где бывают на территории, много что видят, и, конечно же, дневник лесника они заполняют исправно, и эти данные служат, в том числе, и для составления очередного тома летописи природы. Экологическое просвещение, пожалуй, самое новое направление деятельности заповедника, но, тем не менее, сейчас оно активно развивается. Сотрудники отдела экологического просвещения проводят многочисленные акции, как то сбор мусора на побережье Японского моря или по берегам рек, где отмечаются основные места отдыха местных жителей. Это ежегодная акция «Посади кедр», и это, пожалуй, самый популярный и красочный фестиваль «Ежегодный день тигра», который проводится осенью. Конечно же, это работа с туристами, в том числе у нас был опыт работы с круизными лайнерами. Ну и к нам очень часто, практически каждый год, а иногда и несколько групп в год приезжают для съемок нашей природы и для съемок тех животных, которые... Видимо, что-то пошло не так, поэтому повторяю часть. Итак, экологическое просвещение, самое молодое направление деятельности нашего заповедника. сотрудники отдела экопросвещения регулярно проводят различные экологические акции по уборке мусора, ежегодная акция «Посади кедр». И самый популярный праздник в Приморье, и в том числе, и в тех населенных пунктах, которые находятся рядом с заповедником, это фестиваль «Ежегодный день тигра». Конечно же, развитие познавательного туризма очень активно и очень такое перспективное направление нашей деятельности. У нас был опыт и работы с круизными лайнерами, и, конечно же, туристические группы к нам ежегодно приходят, приезжают. Ну и съемки фильмов, в том числе и BBC, и Netflix, они работали на нашей территории для съемок, в первую очередь, Амурского тигра. Ну и, конечно же, отдел науки. Направлений научных исследований у нас много. Это и ежегодный учет по Белой Тропе, это и гидробиологический мониторинг, это и работа на пробных площадях, работа с приезжими специалистами. Много направлений, и о них я чуть подробнее расскажу. Здесь перечислены наши основные направления деятельности, научной деятельности. Это изменение климата, отслеживание изменений климата, изучение естественной динамики коренных и производных экосистем, изучение трансформации растительности под действием различных факторов, отслеживание динамики популяции фоновых видов растений и животных, ну и, конечно же, изучение редких видов растений и животных. То, что касается климата, собственной метеостанции на территории заповедника нет, но рядом с границами заповедника находятся две метеостанции, одна на побережье Японского моря, то есть на восточном агросклоне хребта Сихотеолин и вторая в поселке Мельничное на западном склоне хребта Сихотеолин. Таким образом, данные с этих двух метеостанций используются нами и они, собственно, отражают все климатические характеристики нашей территории по обе стороны от главного водораздельного хребта Сихотеолин. Дальше идет несколько графиков. Результаты слежения за изменением климата. Здесь представлены результаты слежения за изменением среднегодовой температуры приземного воздуха. По данным Тернейской метеостанции мы видим явный тренд увеличения среднегодовой температуры, что является подтверждением факта постепенного потепления климата. На этих графиках представлены данные о продолжительности сезонов зимы и лета. Мы видим, что эти два тренда идут навстречу друг другу, то есть постепенно уменьшается продолжительность зимы, но увеличивается продолжительность лета. Ну и продолжительность вегетационного периода мы видим, что она тоже постепенно увеличивается. Все это, как я уже сказала, говорит о том, что постепенно все-таки изменение климата в сторону его потепления имеет место быть. Наш заповедник больше чем на 90%, почти на 100% покрыт лесами. Это лесной заповедник. И, конечно же, изучению лесных экосистем у нас уделяется очень много внимания. Главные лесообразующие породы на территории заповедника это кедр корейский, елялянская, лиственница даурская или каендера и дуб монгольский. И для изучения динамики лесных экосистем на территории заповедника заложены постоянные пробные площади. 45 пробных площадей заложены в коренных экосистемах лесных и 22 во вторичных лесных экосистемах. Также на территории нашего заповедника проложены 6 топоэкологических профилей. И здесь на карте вы видите всю пестроту лесных экосистем, которые представлены у нас на территории. Южная часть заповедника, прибрежная часть заповедника, как я уже говорила, это приморские дубники. И чем дальше от моря, тем больше идет преобладание кедра. И на западном склоне Сихотая линия там, как я уже говорила, марники и лиственничники, желтым цветом выделены, и темнохвойная тайга с елью и пихтой. На этом слайде представлен пример одной из наших самых старых пробных площадей, которые заложены в 1953 году. На постоянной пробной площади отмечаются и паспортизируются все деревья, которые на этой территории растут. На каждое дерево присваивается свой номер, оно наносится на план, и затем каждую ревизию отмечается его состояние, измеряется его высота, диаметр и многие другие показатели и характеристики. И здесь, на этих диаграммах, мы видим результаты нескольких ревизий. На пробной площади мы видим постепенное уменьшение доли кедра и увеличение доли пихты. Все эти диаграммы показывают, что лес, который обычно человеческому глазу кажется, что он не меняется, он меняется, меняется его состав, меняются, деревья растут, деревья выпадают, вырастают новые, какие-то деревья выходят в первый ярус. То есть, именно задача постоянных пробных площадей отслеживать, как развиваются лесные экосистемы. И благодаря вот этим вот последовательным ревизиям, которые проводятся в течение длительного времени, можно увидеть, как постепенно меняется лес. На этой карте представлены наши топоэкологические профили. Они идут от побережья Японского моря и до вершины водораздела. Составляется карта этого профиля и на каждой точке описываются экосистемы. Вот внизу на этих линиях в 92-м году представлены те экосистемы, которые были отмечены в ходе ревизии. И вы видите, что в 2011 году часть экосистем, которые ближе к морю, они, конечно, значительно поменялись. Причины этому и естественные, как то процесс постепенного усыхания дубняков, ну и антропогенные причины, в первую очередь, прокладывание трассы сыграло здесь свою роль. Еще одно очень важное направление изучения лесных экосистем, это изучение того, как леса влияют на различные факторы негативные, как то лесные пожары, вырубки и болезни леса. Казалось бы, вырубки и заповедник это разные вещи, но дело в том, что часть территории заповедника, которая была присоединена к нам в 2001 году, раньше там проводились вырубки, сейчас у нас есть возможность с помощью постоянных пробных площадей смотреть, как же лес постепенно восстанавливается после рубок. Все это необходимо для того, чтобы в дальнейшем делать прогнозы для того, как же будут развиваться, по какому пути будут развиваться лесные экосистемы после лесных пожаров, либо после проведения рубок. Лесные пожары, конечно же, для нашего заповедника проблема. Наш заповедник горный и территория сложно доступная для наземного тушения, и очень часто у нас пожары возникают по естественным причинам, из-за сухих гроз, и возникают они, как правило, в сопках на вершине водоразделов, и тогда добраться туда весьма проблематично. Ну и вот на этом графике очень хорошо видно число пожаров, это красная линия, и аномалия осадков, то есть тогда, когда были отмечены наибольшее количество осадков. Мы видим, что эти графики, они зеркальны, то есть в те годы, когда осадков было мало, возрастало количество лесных пожаров, и наоборот. Ну и вот на этих диаграммах наглядно видно, как меняются лесные экосистемы после пожаров, то есть состав древостоя, конечно же, меняется. То, что касается животного населения, конечно, это тоже очень такое важное направление нашей научной работы. Ежегодные маршрутные учеты проводятся у нас каждую зиму, если позволяю. Снежная обстановка проводится не ежегодно у нас 61-го года. Протяженность маршрутных учетов более 500 километров. Ну, я думаю, что нет особой необходимости рассказывать, зачем и как устроены зимние маршрутные учеты, но вот очень интересно посмотреть на результаты по слежению за одним из наших видов копытных, которые на территории заповедника встречаются. Это пятнистый олень. Мы видим, что с начала 60-х годов пятнистый олень на территории заповедника практически не встречался, но вот с конца 80-х годов численность его растет, и сейчас это один из главных видов копытных на побережье. Причин этому... Основная причина это уменьшение глубины снега на побережье, что опять же является отражением, точнее, следствием глобального потепления. Здесь ошибка в названии слайда. Мониторинг растительного населения. Конечно же, мы следим и за редкими видами растений. Здесь представлен один из наших... Такая визитная карточка нашего заповедника, Рододендронфори, или как мы его называем, наш приморский фикус. Действительно уникальное растение. На территории континентальной России он встречается только у нас в заповеднике и больше нигде не отмечен. Слежение за популяциями Рододендронфори тоже очень важная часть нашей научной работы. Ревизии проводятся ежегодно. Ежегодно оценивается цветение, плодоношение этого уникального растения. Изучение краснокнижных видов животных и слежение за их популяциями, конечно, тоже очень важное направление нашей научной деятельности. На этом слайде представлены результаты слежения за популяцией, точнее, за группировкой Амурского горава. Это такой маленький серенький козлик, который также, как и Амурский тигр, занесен в Международную красную книгу. Живет он по скалистым берегам, по скалистым обрывам вдоль побережья Японского моря. И вот такой узкий ареал является одной из причин, одним из лимитирующих факторов для этого вида. Долгое время у нас заповедники за горалом следили, точнее, численность его оценивали на визуальных учетах с моря, либо со специальных смотровых точек. Однако с 2013 года сотрудники нашего заповедника проводят учет этого редкого животного с помощью фотоловушек, потому что было доказано, что узор из колец на рогах горалов, он уникальный и может использоваться для идентификации этих животных. И ежегодно мы проводим оценку нашей группировки горалов именно с помощью фотоловушек. С 2016 года у нас появилось еще одно направление нашей научной работы. После того, как по территории заповедника прошел Тайфун Лайон Рог, здесь вы видите его последствия, это глобальные ветровальные явления, которые затронули огромную территорию, и на этой территории лес просто лежит. Вот вы видите снимки с квадрокоптера. Действительно, огромная территория пострадала, и там, где раньше были кедровники, сейчас лес просто лежит высотой в несколько человеческих ростах. На этой карте представлены те площади, вот все те темные полигончики, это все те территории, которые пострадали от Тайфуна. Всего 36 тысяч гектар у нас сейчас покрыто ветровалами. И, конечно же, очень важно понимать, как будут развиваться эти лесные экосистемы после таких катастрофических природных явлений. С прошлого года наш заповедник, как и некоторые другие заповедники и национальные парки, вошел в глобальный проект по сбору спор грибов. У нас на территории установлен вот такой прибор, который мы ласково называем пылесосом. Ну и я очень надеюсь, что мы скоро получим действительно интересные, уникальные данные о распространении грибов. Понятно, что наша территория многообразная, удивительная и, к сожалению, численность научного отдела, она ограничена. Кроме того, очень сложно найти сейчас молодых специалистов и привлечь их на отдаленные заповедные территории. Поэтому нам сейчас очень нужны и флористы, геоботаники, энтомолог, и тереолог, и эктеолог, и орнитолог, и гис-специалисты. Поэтому, если среди тех, кто слушает сейчас мой рассказ, есть специалисты, то такие специалисты, и вы готовы приехать, то пишите, звоните, мы будем рады рассмотреть все кандидатуры. Ну, а сейчас переходим ко второй части моего рассказа. Это, конечно же, рассказ об Амурском тигре. Итак, на этой карте представлен ареал Амурского тигра в России и представлены те особо охраняемые природные территории, которые в пределах ареала Амурского тигра находятся. Всего площадь ареала Амурского тигра в России составляет около 180 тысяч квадратных километров и около 10%, точнее сейчас чуть больше 10% этой территории приходится на долю федеральных ООПТ. Это и заповедники, и национальные парки. И самый большой заповедник в ареале Амурского тигра, это, конечно же, Сикатайлинский заповедник. И с момента основания нашего заповедника изучению и сохранению этого удивительного животного посвящено очень много исследований, очень многие специалисты здесь работали именно для того, чтобы изучить и сохранить эту красивую редкую кошку. И мы очень гордимся тем, что первое специальное исследование, посвященное Амурскому тигру, оно проводилось именно на территории нашего заповедника, сотрудникам нашего заповедника, Львом Георгиевичем Каплановым, который провел первый учет тигра и первое специальное исследование. И именно на основе своих данных, полученных на территории Сикатайлинского заповедника, это было начало 40-х годов, Лев Георгиевич сделал вывод о необходимости сохранения, принятия мер по сохранению этой дикой кошки, которая в то время считалась вредной, и тигра активно истребляли. Но именно Капланов впервые поднял вопрос о том, что необходимо ввести меры по охране и по защите этого животного. И по его инициативе, уже после гибели Льва Георгиевича, в 1948 году был принят запрет на отстрел тигра и чуть позже, в 1953 году, было запрещено отлавливать тигрят. Также несомненная заслуга Сикатайлинского заповедника в том, что именно здесь проводились первые работы по разработке метода учета амурского тигра. Эту работу проводили первый директор заповедника Константин Георгиевич Абрамов. Эту работу продолжил Евгений Николаевич Матюшкин и многие другие исследователи. И именно исследования на тигриную тему, которые были проведены в Сикатайлинском заповеднике, они действительно сформировали такой особый пласт знаний в тигроведении, который действительно пользуется очень большим спросом и авторитетом даже среди современных исследователей и исследователей, зоологов и экологов, изучающих и охраняющих амурского тигра. Здесь вклад Сикатайлинского заповедника в тигриную науку огромный. Как же тигра считают? Ну, в отличие от всех других подвидов тигра, амурский тигр единственный, который живет в условиях снежного покрова часть года, и поэтому у нас есть возможность проводить учеты амурского тигра по следам на снегу. И долгое время именно этот метод учета по следам был основным инструментом для оценки численности амурского тигра. Также еще одна несомненная заслуга Сикатайлинского заповедника в тигроведении в том, что именно здесь в 92 году начался проект, это был совместный проект Сикатайлинского заповедника и Общества сохранения диких животных по изучению амурского тигра с помощью радиотелеметрии. Этот проект родился в связи с необходимостью изучать жизнь тигра в бесснежный период, потому что долгое время тигра изучали только по следам на снегу, методам тропления или методам учетов. А о том, как тигры живут в остальное время года, когда снега нет, информации было очень мало. И, собственно, одна из задач этого проекта, который начался в 92 году, восполнить тот пробел знаний, который образовался в информации об образе жизни амурского тигра. С 2006 года в Сикатайлинском заповеднике для мониторинга местной группировки тигра мы начали использовать фотоловушки. Фотоловушки используются и по сей день. Мы ежегодно проводим фотоучет. Фотоучет проводится в течение трех месяцев в году. В остальное время у нас стоит неполная матрица фотоловушек для такого просто мониторинга того, что происходит с тиграми на заповедной территории. Вообще, собственно, для чего все это делается? Для чего изучать тигра? Ну, здесь наука не ради науки, а наука для сохранения. А как нам сохранить тигра? То есть, что нужно для того, чтобы тигра сохранить? Просто обнести весь его ареал колючей проволокой или пустить по нему рейды инспекторов вооруженных, чтобы они гоняли всех браконьеров? Достаточно ли этого будет? На самом деле этого будет недостаточно, потому что для того, чтобы сохранить тигра или какое-то другое животное, нам нужно знать, что этому животному нужно для выживания. Итак, что нужно для того, чтобы тигр жил безбедно и успешно размножался. Ему нужна определенная, у него есть определенная потребность территории, у него есть определенная потребность в пище и в качестве этих мест обитания. У тигров, как и у всех животных, есть определенный набор болезней, которые также могут негативно сказаться на численности популяции. Есть ли у амурского тигра конкуренты и враги? Это тоже необходимо знать. Как часто самки могут приносить потомство, сколько детенышей обычно бывает в помете, сколько тигрян доживает до взрослого возраста, это вся информация, которую необходимо знать для того, чтобы грамотно разработать грамотные и эффективные программы по сохранению амурского тигра. И, собственно, для ответов на все вопросы и на все перечисленные в этом слайде и многие другие. И нацелена наука и исследования по изучению тигра. И благодаря тем исследованиям, которые были проведены в Сихотеринском заповеднике и с помощью традиционного метода тропления и зимних учетов, и с помощью метода радиотелеметрии, и с помощью фотоловушек, у нас сейчас есть информация о пространственной социальной структуре популяции, о том, как организована система индивидуальных участков. Мы знаем уровень воспроизводства, то есть мы знаем, сколько котят, как часто появляется у самок в нормальных условиях, то есть когда у них достаточно пищи, их ничего не беспокоит. Какой уровень выживаемости у тигрят, как вообще построена система расселения тигров, куда они уходят. Мы сейчас, например, знаем, что самки молодые могут оставаться рядом с материнским участком, и иногда взрослая самка даже может отдавать часть своей территории дочери, в то время как молодые самцы, они всегда далеко уходят от своей матери в поисках собственной территории. Благодаря слежению за радиомеченными тиграми, благодаря тому, что мы могли находить практически все их давленки, то есть остатки их трапезы, мы знаем особенности питания морского тигра. Мы знаем, что предпочитаемый объект добычи тигра это кабан, и если у тигра есть выбор кабан, изюбрь или пятнистый олень, тигр всегда выберет кабана, но в то же время тигр это достаточно пластичный зверь, который приспосабливается к тем условиям, в которых он обитает, и он с легкостью может переходить с одного вида добычи на другой. Более того, благодаря слежению за радиомеченными тиграми, мы знаем об особенностях питания тигра в летний период, мы знаем, что значительную часть его питания составляют мелкие хищные млекопитающие, такие как барсук и янотовидная собака. Знаем, что есть самцы, особенно самцы тигров, которые предпочитают охотиться на медведей, прежде всего гималайских. Вся эта информация была получена в Сихотаринском заповеднике. Благодаря тому, что у тигров во время отлова брали образцы крови, у нас есть информация о болезнях тигра, и как показывает практика, эта информация тоже очень важна, потому что вспышки инфекционных заболеваний могут очень быстро негативно сказаться на численности всей популяции или отдельных группировок тигра. И вот один лишь пример того, почему так трудно сохранить амурского тигра. На этой карте представлены индивидуальные участки самок амурского тигра. На этих самок были надеты радиошейники в заповеднике и за ними следили. И благодаря полученным локациям были построены их индивидуальные участки. Мы знаем, что все тигры территориальны, то есть у каждого тигра есть свой участок, который охраняется от особей своего пола. И структурной единицей популяции амурского тигра является участок резидентной самки, то есть это наименьшая структурная единица. И участок самки амурского тигра составляет 200-400 квадратных километров. К примеру, участок самки бенгальского тигра составляет всего лишь 20 квадратных километров. И сравнивая вот эти показатели, мы видим, что амурскому тигру для его нормальной жизни, для выращивания тигря, для добычи достаточного корма, для выращивания тигря необходима огромная территория. То есть, если мы хотим сохранить амурских тигров, нам нужно брать под охрану как-то заповедники, либо национальные парки территорию, которая бы вмещала участки нескольких резидентных самок. Иначе просто нет смысла в каких-то охраняемых территориях, которые, например, меньше, чем участок резидентной самки. Понятно, что такая потребность территории связана с более низкой, чем в Индии плотности копытных. И если бы у амурского тигра была бы возможность ходить меньше для эффективной охоты, если бы плотности копытных позволяли, конечно, у него бы участки индивидуальные были меньше. Но пока наши данные показывают, что амурским тиграм нужна огромная территория. К слову сказать, индивидуальный участок самца составляет не менее 1000 квадратных километров, а иногда может составлять и 2000 квадратных километров. И участок одного самца включает участки нескольких самок. Все те знания, вся та научная информация, которую мы получили в ходе исследований, конечно, это наука не только ради науки, это наука для сохранения. И все эти данные, они были использованы в том числе и для, и при разработке стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации. Благодаря слежению за местной группировкой тигров, благодаря нашей тигриной науке всех этой линии, мы можем вынести несколько уроков. Здесь я остановлюсь на главных, и я думаю, что в принципе это актуально не только для амурского тигра, а и для многих других видов животных, которых охраняют и изучают на особо охраняемых природных территориях. На этом графике представлена динамика численности амурского тигра по данным зимних маршрутных учетов. Мы видим, что популяция, группировка тигров в заповеднике начала восстанавливаться после падения численности в 40-х и 50-х годах. С начала 60-х годов популяция начала постепенно восстанавливаться, и к 2007-2008 году она достигла пика в 40 особей. И после этого мы видим резкий спад. Он был вызван комплексным действием нескольких факторов. Это и многоснежные зимы, которые подкосили популяцию копытных, это и вспышка инфекционного заболевания среди самих тигров, и, конечно, фактор браконьерства на сопредельной заповеднику территории, он тоже от него никуда не деться. И если мы вспомним карту с индивидуальными участками тигров, то вы поймете, что индивидуальные участки тигров, которые живут в заповеднике, они зачастую выходят за границы заповедника. Опять же, здесь сказывается потребность большой территории. То есть, если тигрица живет в заповеднике, то с большой долей вероятности ее участок захватывает незаповедную территорию. И выходя за границы заповедника, тигры подвергаются риску. И если в 2008 году в заповеднике было около 40 особей, то в 2010-2011 их осталось всего 9 особей. И такой вот стремительный спад, он был вызван именно вот комплексным действием нескольких факторов. Сейчас популяция постепенно восстанавливается, и уже несколько лет в заповеднике фиксируются около 20 особей. То есть, мы вышли на такой уровень плато, но надеемся, что все-таки популяция продолжит расти. Это о чем нам говорит этот график? Этот график нам говорит о том, что даже при условии такой надежной охраны, как в заповеднике, численность тигра может стремительно сократиться по естественным причинам. И для того, чтобы понимать, что происходит со всей популяцией или с отдельными ее группировками, нам необходимо не только проводить учеты и оценивать численность, нам необходимо проводить комплексные научные исследования. Это и изучение заболеваний, это и изучение питания, это изучение социальной пространственной структуры и динамики всех этих показателей. Все это необходимо для того, чтобы понимать, что же происходит с популяцией сохраняемого и изучаемого животного. Второй урок, который мы вынесли за годы изучения амурского тигра. Второй урок, который мы вынесли за годы изучения и слежения за группировкой амурского тигра в Сихиталинском заповеднике, говорит нам о том, что, наверное, это и так понятно, что тигры границ не знают и границы заповедника для них весьма условны, хотя, в принципе, они очень хорошо понимают, где они находятся под защитой. Но, тем не менее, их потребность большой территории заставляет их выходить за пределы заповедника. И для того, чтобы проводить эффективные и грамотные научные исследования, территорию исследований, этих самых исследований необходимо расширять. Чем, собственно, заповедник и занимается. И с 2014 года мы с нашими ближайшими соседями, Национальным парком «Дугейская легенда» проводим единовременный фотоучет на огромной территории. Причем, в этой территории мы проводим учеты с помощью фотоловушек не только на территории двух ОПТ, но и на территории сопредельных охотхозяйств. И общая площадь фотоучета, которую мы сейчас проводим, составляет больше 5000 квадратных километров. Это самая большая площадка по фотомониторингу «Амурского тигра». И вот такая совместная работа проведения таких масштабных фотоучетов, она говорит о том, что в одиночку одной ОПТ или какой-то одной научной организации невозможно грамотно изучать и эффективно сохранять никакое животное, в том числе и «Амурского тигра». И для того, чтобы проводить даже вот такую работу по фотоучету, сейчас объединены усилия нескольких организаций. Это две особо охраняемых природных территории Сихотелинский заповедник и Национальный парк «Удогейская легенда». Это автономная некоммерческая организация общества сохранения диких животных LWCS и Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы. Работая вместе, мы проводим действительно нужную и полезную работу, которая нам дает представление о том, что происходит с местной группировкой тигра не только в заповеднике или, например, в Национальном парке «Удогейской легенда», а в более масштабном, на большей территории. И это действительно важная и ценная информация. Конечно, мы понимаем важность и экологического просвещения, и вовлечения в дело сохранения тигра тех людей, кто живет в непосредственной близости от него. Поэтому наши эколого-просветительские мероприятия, лекции, уроки или какие-то такие больше праздничные акции, как тот же «День тигра», они являются неотъемлемой частью нашей работы по изучению сохранения Амурского тигра. Мы своими знаниями активно делимся для того, чтобы люди знали, что это за звери Амурский тигр, не боялись его, понимали, что этот тигр, что этот зверь, несмотря на то, что он такой большой и сильный, он тоже очень уязвимый, и что для его сохранения нужна помощь в том числе и местных жителей. Ну и самый главный урок, наверное, в принципе, я об этом уже говорила, это то, что для того, чтобы сохранить такого зверя, как тигр, да, собственно, как и почти всех животных, необходимо действовать вместе, необходимо действовать скоординированно. И только вместе мы можем добиться действительно каких-то успехов. Вот, собственно, все, что я вам хотела рассказать. Конечно, Тихотеринский заповедник, это намного больше и намного интереснее, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать. Также приглашаю вас следить за нашими новостями и за нашей жизнью на нашей страничке на Фейсбуке, а также на нашем сайте и на нашей страничке в Инстаграм. Всем спасибо за внимание.